Сообщника убийцы российского оппозиционера Дениса Вороненкова могли задержать еще до совершения преступления. Как оказалось, Ярослава Левенца не привлекли к ответственности за незаконное обращение с оружием. Более того, в сводках правоохранителей он всплывал еще в 2009-м и даже объявлялся в розыск. Почему полиция его отпустила, разбирался Александр Васильченко. Полицейские, вероятнее всего, могли предотвратить убийство российского оппозиционера Дениса Вороненкова. Именно здесь, в здании Киевского ЖД вокзала, за 8 дней до расстрела депутата Госдумы был с оружием задержан человек, похожий на сообщника киллера Ярослав Левенец. 13 марта правоохранители проводили инкассацию просроченных ячеек в камере хранения. В одной из них обнаружили рюкзак, в котором нашли бинокль, два пистолета, патроны разного калибра и глушитель. За этими вещами и пришел Левенец. Полицейские задержали подозреваемого, но через несколько часов отпустили. Левенец тогда сообщил, арсенал привез из зоны АТО. Подозрения в незаконном обращении с оружием Левенцу предъявили только в день убийства Вороненкова. Тогда он пришел на допрос в генпрокуратуру. На следующий день подозреваемого объявили в розыск. В этой ситуации остается неясным, почему Левенца, которого еще в 2009 году пытались привлечь к уголовной ответственности за отмывание денег и не раз объявляли в розыск, отпустили, несмотря на то, что он был пойман на горячем. Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились с официальным письмом в нас в полицию и МВД. Там нам сообщили, это не их компетенция и расследование дела находится под контролем ГПУ, поэтому комментировать эту ситуацию они не могут. Но в первые часы после убийства Вороненкова глава нацполиции Киева Андрей Крищенко выдвигал свои версии произошедшего, связывая расстрел политика с его деятельностью и настаивал на причастности российских спецслужб. При этом предполагаемый сообщник убийцы фактически уже был в руках полиции и должен был находиться в СИЗО, а не разгуливать с оружием по Киеву. Мы направили запрос в ГПУ, чтобы там прокомментировали ситуацию с задержанием Левенца и проверили действия полицейских, которые его отпустили. Напомню, бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева. Его телохранитель получил пулю в живот, при этом успел ранить киллера в голову. В этот же день преступник скончался в столичной больнице. Предполагаемый сообщник убийцы, экс-депутата Ярослав Левенец объявлен в розыск.